Автомобильная дорога М2 Крым-Федюково проходит через подсобное хозяйство Суханово. Для жителей дома номер 18, чтобы перейти проезжую часть, нужно преодолеть ряд опасностей. Первое – это отсутствие пешеходного перехода. Он все-таки есть, но ведет от забора к забору. Вторая опасность – нет тротуаров. Чтобы подойти к остановкам и к единственному магазину, приходится выходить на трассу. Не стоит на дороге, соединяющей Расторгуево-Федюково, знака ограничивающего скорость движения и указывающего, что существует населенный пункт. Поэтому любое транспортное средство движется на большой скорости. Наши дети, старики подвержены тому, что не могут вообще перейти в магазин за продуктами. И еще одна проблема – это отсутствие остановки по направлению Расторгуева-Федюково. Что она есть, указывает только табличка с расписанием маршрутов, которую игнорируют водители. Люди, ожидающие автобус, стоят на краю дороги, а подъезжающие к магазину автомобилей сигналят и просят отойти в сторону. Наши дети все ездят в школу и стоят на тротуаре, на проезжей части. Только вывеска, что это автобусная остановка. На нее все водители плюют. Где, говорит, остановка? Это, говорит, не имеет значения. И наши дети, бедные, вот стоят на проезжей части. Это мы так детей провожаем в школу. Жители просят установить знаки, запрещающие стоянку машины рядом с памятником. Из-за незаконной парковки закрыт обзор дороги, что небезопасно для выезжающего транспорта. Очень много случаев. Осенью у нас здесь корону сшибли. Буквально месяц назад человеку ампутировали ногу. Пять лет назад у нас ребенка сшибли, тоже умер. Дедулечка 70-летний, который хотел в сарай пойти, тоже сшибли. Здесь очень много сшибают. А сейчас, посмотрите, застройка какая, дачники едут. Мы по 30 минут стоим, чтобы перейти нам дорогу. Кроме того, дорога, ведущая к Дому 18, также без тротуаров. Детям и мамам с колясками приходится перемещаться по проезжей части. Мы обращались в Автодору. Автодор нам прислал ответ, что остановка будет сделана, переход будет искусственной неровности, будет установлен во втором квартале 2016 года. Но сейчас у нас уже третий квартал, ни перехода, ни дороги у нас нет. Уповать кому остается? В Добродел мы уже писали. Видимо, Добродел идет, спускает наши жалобы вниз, и они где-то вязнут в чиновничьей рутине. Такая ситуация продолжается уже более трех лет. И пока никто не берется утверждать, что жители все-таки услышат. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.